В эфире радио Пушкина Новости В студии с новостями Сергей Богатнов. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске. Мособулдума приняла закон о сохранении льгот женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет. В микрорайоне Кудринка после реконструкции открылся парк Березовая роща. С 19 сентября в Пушкинском районе отключены 5 котельных. В Ивантеевке в ходе акции «Наш лес, посади свое дерево» высажено более 1300 деревьев и кустарников. Далее подробности. В Подмосковье пожилым людям сохранили льготы. Соответствующий закон приняли депутаты Мособулдумы. Льготами по-прежнему могут пользоваться женщины по достижении 55 лет и мужчины по достижении 60 лет. Также в число льготников входят ветераны труда и ветераны военной службы. Они смогут получать ежемесячную денежную выплату, а также 50-процентную компенсацию на оплату коммунальных услуг и капремонта. Помимо этого им предоставляется бесплатное зубопротезирование, путевки в санатории и проезд на общественном транспорте и электричках по региону. Такие же льготы останутся и у жителей Подмосковья, награжденных знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России». Закон о сохранении всех действующих региональных льгот вступит в силу 1 января 2019 года. 22 сентября в микрорайоне Кудринка торжественно открыли реконструированный парк «Березовая роща». Это был непростой проект, работы шли долго и вот открытие состоялось. В парке сделаны пешеходные дорожки, эстрада, игровые площадки, освещение, установили даже скамейку любви. В день открытия в парке был организован праздник «Инородное гуляние». Одновременно там проходила акция «Наш лес, посади свое дерево». Участники высадили березы. Спонсорами праздника выступили Леруа Мерлен, Глобус и Банк Возрождения. На парк «Березовая роща» потрачено порядка 20 миллионов рублей. Из них 10 миллионов поступило из областного бюджета по программе «Парки Подмосковья» и 10 миллионов выделил бюджет города Пушкина. Продолжается эпопея с отключением горячей воды в жилых домах в Пушкинском районе. С 19 сентября отключен газ на пяти котельных за долги по газу. Накануне Пушкинская теплосеть разослала уведомления об остановке котельных управляющим компаниям, которые обслуживают пострадавшие дома. Кому же не повезло в этот раз? Вот список котельных, на которых прекращена подача газа. В городе Пушкино Московский проспект 39Б, улица Некрасова 18А, Клязьма, улица Крыловская 67А, Мамонтовка, улица Гоголевская 8А. И в поселении Софрино отключена котельная на улице Сетевой 4А. Всего без горячей воды остались порядка 40 многоквартирных домов. Теплосеть, как обычно, требует от управляющих компаний погасить долги за тепловую энергию. Новости Ивантеевки. 22 сентября в городе, как и по всему Подмосковью, проходила акция «Наш лес, посади свое дерево». В посадке на 12 площадках приняли участие сотни жителей, многие пришли сажать деревья семьями. Главной площадкой акции стал двор между домами 4 и 4А по центральному проезду и дому 22 по Советскому проспекту. Здесь буквально за 30 минут был высажен черешневый сад. Как утверждает в Ивантеевском лесопитомники, это особый сорт черешни, выращенный специально для средней полосы России. Глава Ивантеевки Елена Ковалева и депутат Мособолдумы Сергей Кирселян приняли участие в высадке елей в Ивантеевском парке. 70 уже достаточно больших зеленых красавиц теперь растут вдоль новых аллей и дорожек парка. Всего во время акции «Наш лес, посади свое дерево» в Ивантеевке было высажено более 1300 деревьев и кустарников. Вы слушали новости Пушкинского радио. Новости Наша программа продолжается. Информация из Пушкинского управления Мособолпошспаса. С 17 по 23 сентября в Пушкинском районе и Ивантеевке произошло 4 пожара. Подробнее об этих случаях. 17 сентября в половину восьмого вечера в городе Пушкино произошло возгорание в общежитии. Горела комната на втором этаже. Выгорели личные вещи и мебель на площади 23 квадратных метра. Погиб пожилой мужчина. Пожар тушили 16 человек и 5 единиц техники. В ходе тушения было эвакуировано три жителя этого общежития. 18 сентября в деревне Герасимиха полыхал частный деревянный дом 7 на 5 метров. В результате строения выгорело по всей площади. Погибших и пострадавших нет. 21 сентября в деревне Назарова горели две частные бани. Они стояли на разных участках, но огонь перекинулся с одной бани на другую. Оба строения частично выгорели. Никто из людей не пострадал. И также 21 сентября в городе Ивантеевке в СНТ машиностроитель произошло возгорание дачного дома. Строение деревянное, двухэтажное, размером 6 на 7 метров. В результате дом выгорел на площади 42 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Всего же с 17 по 23 сентября пожарные подразделения Пушкинского района выезжали по тревоге 33 раза. Ложных вызовов было 12. Уважаемые слушатели, комплексная школа единоборств «Кузница Айкидо» приглашает всех воспитанников и зрителей на открытый урок. Айкидо, карате, йога. В воскресенье, 30 сентября, во дворце спорта Пушкина пройдут показательные выступления спортсменов-единоборцев. Организаторы приготовили для гостей сюрприз – мастер-класс с тренерами по йоге, который познакомит вас с различными видами дыхательных упражнений. Принять участие в тренировке может каждый, вход свободный. Еще в этот день во дворце спорта Пушкина состоится мастер-класс по Айкидо и будет турнир по карате. Тему продолжит руководитель комплексной школы единоборств «Кузница Айкидо» Владислав Макаров. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хотелось бы вас пригласить во дворец спорта по адресу Набережная, дом 8, 30 сентября. Там будет происходить комплексное мероприятие, которое мы проводим традиционно, ежегодно, скажем так. Но проводим декабрь-май, проводили своим клубом. То есть присутствовали спортсмены, мастера высокого уровня приезжали. Но 30 сентября мы решили расширить этот проект, скажем так. Он расширяется. И в рамках открытого урока по Айкидо будут участвовать и другие клубы и секции. Но также мы пошли еще дальше и пригласили детей, которые нуждаются в особой заботе и внимании. Но не только детей, но и людей с ограниченными возможностями, которые волей судьбы сели в инвалидные кресла. Есть у нас замечательный человек, Гундеров Игорь Александрович. У него была мечта сделать дыхательный комплекс для таких людей. Он обратился с такой просьбой, что есть такая идея. И решили это развить, скажем так. Во дворце спорта Пушкина и во дворце спорта Олимпа в Антиевке ведут замечательные тренера по йоге. Мы их позвали на это мероприятие. И поэтому люди откликнулись. Проведут занятия дыхательной гимнастикой. Это будет одной из площадок. Затем вторая площадка будет турнир по карате на призы администрации Пушкинского муниципального района. Данное мероприятие внесено в календарный план. Победители получат кубки, медали, грамоты. То есть дети очень хорошо проведут время. И, соответственно, будет такая открытая площадка для всех желающих, которые хотят соприкоснуться с восточными единоборствами. То есть это будет открытый урок, где мы проведем разминку. И в рамках торжественной части у нас такое радостное событие. Люди, которые сдали на черный пояс, получат дипломы и паспорта. Все это будет происходить во дворце спорта Пушкина на улице Набережной 30 сентября. Да, 30 сентября. Начало торжественного открытия в 10 часов. И закончится эта встреча? Оно в 12.30. Владислав, вы приглашаете людей с ограниченными возможностями здоровья и всех желающих принять участие в этом спортивном празднике. Да, мы пригласили Focus Start, куда ходят люди, там тренируются. И они с удовольствием откликнулись и примут участие в нашем мероприятии. Скажите, вот наиболее интересно, наверное, будет занятие с преподавателями йоги. В чем будет суть этого занятия? Что люди нового узнают? Чему научатся? Ну, за всех людей я не могу говорить, но лично для себя, потому что 31 год я в спорте, скажем так, и за такой долгий период времени приходишь, что основа жизни – это дыхание. То есть, ну, с этим даже, как бы, я удивлюсь, кто со мной поспорит. То есть, когда мы рождаемся, мы делаем вдох, и потом мы дышим, и если мы переставим дышать, то, соответственно, вот такое происходит с нами. Поэтому мне учителя говорили, что основа дыхания, основа дыхания. Но это как, пока ты молодой бегаешь и дышишь, как паровоз, до тебя это не доходит. Но со временем мы понимаем, что важна не только активная физическая деятельность, но и правильная постановка дыхания, которая является основой жизненной силы. И поэтому мы решили так вот провести такое комплексное мероприятие, не то чтобы попробовать, а именно донести до людей, которые занимаются ни год, ни два, то есть это не эксперимент на людях, а именно люди делятся своими многолетними наработками. И мы тоже делимся своими наработками, то есть в данном случае, что происходит сейчас, мир меняется, и мир меняется очень быстро. То есть из информационного он превратился в цифровой. Что это значит? Что изменения настолько быстрые, что наша психика не успевает под них подстраиваться. Поэтому люди находятся в постоянном стрессе. И как выйти из него, многие не знают. Даже мы сталкиваемся с этим, вроде есть знания, определенный опыт, но когда сталкиваешься с быстрыми изменениями, действительно очень тяжело адаптироваться. И вот эти дыхательные комплексы, комплексы физических упражнений, соревнования служат все для укрепления тела, духа, разума. Владислав Александрович, Вы позвали на эту дыхательную гимнастику людей и взрослых, и детей тоже с ограниченными возможностями здоровья. Детям можно заниматься такими видами дыхательных упражнений? Дети должны заниматься этими упражнениями, потому что они ограничены физически, и у них остается мало возможности следить за своим здоровьем. И дыхательные упражнения являются одними из составляющих. То есть не хотелось бы заострять только на этом, скажем так. То есть 30-го мы делаем комплексное мероприятие. То есть мы делали для своего клуба стационарный декабрь, май, то есть люди аттестовались, были показательные выступления мастеров, но сейчас мы пошли действительно дальше. И оно получилось комплексное. То есть кружок наш начался в 95-м году как маленькая секция, а теперь есть филиалы практически в Пушкинском районе везде. То есть люди могут заниматься не разово, то есть мы говорим, чтобы это все не разово, а должна быть системная работа. И мы готовы уже, дошли до того уровня, что мы готовы предоставить людям системную работу, регулярные тренировки. Но дополнительно, когда идет взаимодействие между тренерами, это дает очень положительный эффект. Между тренерами разных видов спорта. Но дыхание, вот мы к нему подошли, поэтому готовы. Это все нам самим интересно. Как это все будет? Про дыхательный комплекс. То есть мы дышим, да, это как бы мы дышим. Ну что ж, пожелаем, чтобы на Ваше мероприятие пришло как можно больше людей, пушкинцев, авантеевцев, чтобы они научились чему-то новому, сделали шаг к своему здоровью. И потом, в будущем, тоже приходили на подобные встречи, которые, я думаю, вы будете устраивать довольно-таки часто. Да, у нас регулярные тренировки проходят во дворце, в Центре детского творчества, в Красноармейске, в Лесных полянах, в Доме культуры строителей в Заветах Ильича. То есть сайт Кузница Айкидо вы набираете и смотрите там более подробную информацию о нашей комплексной школе. Дорогие друзья, я повторю, что спортивный праздник состоится 30 сентября во дворце спорта Пушкина, улица Набережной, дом 8. Начало в 10 часов. Обязательно приходите. Вы слушаете ЖЭТИ. Радио Подмосковье. Радио Пушкина. В студии Сергей Богатнову в нашей программе очередной выпуск новостей. Вот его темы. В городе Пушкина планируют строительство новых домов для переселенцев из аварийного жилья. Районный конкурс «Педагогический дебют» проходит в эти дни в пушкинских школах. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова намерена приехать в Пушкино и лично осмотреть памятник Крылову и Пушкину, в котором регулярно застревают дети. Теперь подробности. В городе Пушкино продолжается расселение жителей из аварийных домов. Эта программа предполагает, кроме покупки новых квартир, строительство многоквартирных домов в черте города. Сейчас под застройку рассматриваются земельные участки на улице Октябрьской возле дома 49, на улице Текстильщиков у дома 18, на улице Льва Толстого, дом 36, дробь 6. В городской программе предусмотрены денежные средства на демонтаж старых строений по этим адресам. Формируется под строительство и участок на улице Гоголевской в районе дома 2. Также планируется снос двух уже расселенных хрущевок. Это дома 21 и 22 в микрорайоне Серебрянка. Причем снос этих домов оценили достаточно высоко – в 25 миллионов рублей. Шесть молодых пушкинских учителей приняли участие в первом этапе конкурса «Педагогический дебют-2018». Это преподаватели ОБЖ, начальной школы иностранных языков, истории и общества знания. Каждый из них рассказал о себе и подготовил презентацию. Первый этап конкурса прошел 20 сентября в Пушкинском филиале президентской библиотеки. Следующим этапом для молодых педагогов стал открытый урок, который проходит в эти дни в Пушкинской школе номер 7. Далее все участники пройдут на заключительный, третий этап, который состоится 27 сентября. Там им предстоит выступить с темой, достойной широкого общественного обсуждения. Поясню, «Педагогический дебют» – это конкурс для учителей, чей стаж работы в школе не превышает трех лет. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова планирует приехать в Пушкино и лично осмотреть памятник Александру Пушкину и Ивану Крылову, что на Советской площади. Этот памятник прославился в областных и даже федеральных СМИ тем, что в нем регулярно застревают дети. «В первую очередь я, наверное, туда поеду, посмотрю на памятник, посмотрю, в чем там проблема. Тогда уже будем общаться с муниципалитетом», – сказала Ксения Мишонова. «Напомню, что после очередного происшествия с застрявшим ребенком, директор Пушкинского спасательного отряда Олег Голубь даже обращался к главе города Пушкина с просьбой изменить конструкцию памятника. В настоящее время администрации не планируют вносить изменения в эту скульптуру». Вы слушали новости Пушкинского радио. Вы слушаете Пушкинское радио в студии Сергея Богатнова. Знаете ли вы, что в храме и часовне поселка Леснова, что в Пушкинском районе, находятся иконы, написанные монахами на Святой горе Афон? Одну из них, икону «Неупиваемая чаша», привозили в Пушкино совсем недавно, в День трезвости, 11 сентября. Как мы рассказывали, на Московском проспекте в этот день был молебен и крестный ход. В поселке Лесном есть и другие копии афонских икон. Сегодня гость нашей студии – настоятель храма пророка Божия Ильи в поселке Лесном – отец Виталий. С ним беседует Людмила Дроздова. Здравствуйте, отец Виталий. Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим о том, какие святыни находятся в храме пророка Божия Ильи в поселке Лесном и как они создавались. В поселке Лесном несколько святынь, которые имеют прямое отношение к Святой горе Афон. Мало того, что они написаны на Святой горе Афон, мало того, что они повторяют один в один точный образ, первый образ иконы. Ну и, в общем-то, они еще и приложены к разным святыням Афонской горы. Святыни эти в основном – это иконы. И еще к этим иконам дополняются такие дары волхвов, называется. Точный список даров волхвов. Что из них важнее, что меньше, ну, сложно сказать, потому что каждая ценность, она по-своему нужна и цена для души. Например, в нашем поселке Лесном на въезде в поселок стоит часовинка красивая, в которой стоит икона Божией Матери, неупиваемая чаша. Вот эта икона, неупиваемая чаша, которая в ней находится в часовинке, она была заказана на Святой горе Афон. Три года там писалась, собиралась по копеечкам людьми, и в 2011 году торжественно была привезена с Афона, с Греции. И, как сказал владыка, одна из немногих святынь, которая приехала и осталась у нас на постоянное место жительства. Так вот, можно сказать. И в этой иконе на протяжении 7 лет жители поселка и гости собирали средства, и в итоге эта икона сейчас находится в очень красивом фарфоровом керамическом киоте. То есть, такой красивой сенью, пожалуй, наверное, единственной в мире, потому что она выполнена на заказ, и, соответственно, нигде не повторяется. Отец Виталий, эта икона, можно сказать, уже намоленная за 7 лет, 7 лет, что она находится у вас в лесном. С какими просьбами к ней обращаются верующие? Ну, в первую очередь, конечно, к ней обращаются те люди, которые даже не сами пьют, а у которых кто-то в семье страдает алкогольной зависимостью, какими-то страстями от наркомании, не дай бог. Вот эти люди молятся к Божьей Матери, чтобы как-то исправить ситуацию, чтобы избавиться от этой страсти ихнему близкому. Ну, к сожалению, эти беды-то приходят не внезапно, это обычно идет откуда-то из генов, например, или идет из воспитания. То есть мы очень часто детям все даем, все как бы пытаемся сделать их образованными, пытаемся их там, чтобы они закончили какие-то университеты. Но очень часто мы не даем самого главного детям, мы не даем духовного воспитания. То есть мы не ходим с ними в храм Божий, мы с ними не молимся ни утренней, ни вечерней молитвой, не исповедуемся вместе с ними, да. И, соответственно, они растут, может быть, и образованные, но как бы они часто не очень-то отличаются, что такое хорошо, что такое плохо. И потом мы уже пожинаем плоды, то есть уже потом плачем, ой, а как же так случилось, мой сынок запил, ну, а ты как его воспитывал, что сеешь, что жмешь, все очень просто. Вот икона, это, пожалуй, одно из немногих таких утешений, когда к Божьей Матери припадают люди и просят исцеления. Но сказать, что высокий эффект, очень тяжело лечить больного без него самого. То есть это называется вымолить. А как можно вымолить человека, если ты сам-то не очень-то вот с хорошим духовным состоянием? Как вот Серафим Саровский говорил, вначале исцелися сам, то есть вначале приведи свою душу в порядок, начни, как минимум, станет стоя исповеди хотя бы для начала. Потом уже будешь кого-то другого вымаливать. Ну, и еще сказать, что случаев не было от этой иконы каких-то. Икона, это же, собственно, дерево и краски, сама икона. Помогает-то сама Матерь Божия. И, ну, вот те вещи, которые я знаю, они происходили. Например, один человек мне подошел, говорит, батюшка, имейте в виду, говорит, я вот помолился у иконы, попросил, чтобы бросить курить. Он говорит, уже пару лет, говорит, я этим грехом не страдаю. То есть, ну, я вот лично его знаю, этого человека лично с ним общаюсь, поэтому, как бы, ему мне нет смысла не доверять. Вот последний случай буквально был, вот совсем недавно, помните, Людмила, когда на станции Пушкина мы привозили эту икону. И это уже мне рассказывал староста моего храма, Виталик. Был очень интересный момент. Подошел какой-то человек, уже немножко, наверное, под градусом, видел, что на станции Пушкина стоит икона. Это был как раз день трезвости 11 сентября. И он говорит, что это у вас тут такое? Так как мой староста организовывал этот весь процесс, ну, чтобы икону привезти, транспорт надо, кто ее нести будет, она тяжелая, большая. Он говорит, ну, как, говорит, ну, для жителей Пушкинского района мы привезли в центр, чтобы люди могли приложиться, как-то помолиться. Знаете, есть поговорка, если Махмед не идет к горе, да, то гора уже идет к Мухаммеду там, да. Так и здесь уже икона пришла сама, если не идешь сам к этой иконе. И вот он, человек такой, да я, говорит, не верю, ни в черта, ни в Бога, я атеист. А Виталик говорит, ну, ты все равно, говорит, возьми, приложись, что тебе, хуже, что не будет. И вот он встал, там маленькая такая очередь была, там, из пары человек, и вот взял, помолился, приложился, и у него брызгали слезы из глаз. И он начал плакать, и полчаса он просто плакал, плакал перед этой иконой, стоял, как бы никуда не отходил. Что произошло у человека в душе, мы же в чужую душу-то не заглянем. Вот только минуту назад он говорил, что вот так, а оказывается, все не так уж и есть, как человек говорит. Ну, в любом случае, хотя бы один раз в жизни эту икону нужно обязательно увидеть в храме Лесном. В поселке Лесном, в Часовенке, Часовенка всегда открыта с 10 до 7 вечера, туда всегда можно прийти, можно приехать туда, почитать Акафист за своих близких, да, и просто помолиться самому перед Матерью Божией иконой Афонской, неупиваемой чаши. Отец Виталий, ну, у вас кроме этой иконы еще ведь есть две интересные иконы, написанные на Афоне, и не только эти, еще много святынь, расскажите поподробнее о них. У нас в Лесном поселке есть мечта построить когда-нибудь храм Иверской иконы Божией Матери, Афонский тоже. Такой маленькой частицей Афона было, чтобы здесь в Пушкинском благочине. И для этого храма, для будущего храма уже потихонечку появляются иконы, которые, у них такая главная особенность. Есть оригинал любой иконы, а есть копии, списки, православие они называются. Например, есть Иверская икона Божией Матери, но оригинал находится только на Святой горе Афон. А мы уже пользуемся здесь, там, в лавках покупаем или пишем, там, у иконописцев заказываем списки с этой иконы. И вот оригинал и список очень часто отличаются друг от друга. Они не похожи даже очень часто бывают друг на друга. Ну, так почему-то уже веками произошло. Так вот, мы заказываем иконы с помощью своих достаточнимых благотворителей, которые один в один повторяют оригинал. То есть, можно поехать в Грецию, да, то есть, чтобы туда поехать, нужно Шенгенскую визу оформить. Потом на гору Афон, на полуостров, туда другая виза, называется Диаметерион, ее надо оформить, разрешение получить. И вот туда приезжаешь на Святую гору, там, подымаешься, там, сколько там, где-то часа два найти, горы. И вот заходишь в этот монастырь, и вот только там можно увидеть оригинал иконы Иверской Божьей Матери, или там, иконы Божьей Матери Скоропослушница. В другом монастыре иконы Божьей Матери Всесецарица. Ну, то есть, в каждом монастыре какая-то свой, но оригинал, единственная экземплярка, от которой действительно чудо когда-то произошло. Ну, понятно, что не каждому есть такая возможность, вот это все пройти мытарство, чтобы туда попасть. Поэтому у нас появилась идея, особенно для женщин. Женщин туда вообще нельзя попасть никогда, в общем-то. Там только одна женщина на Афоне царствует, это Матерь Божия. И вот как им увидеть, хоть примерно как выглядит оригинал. Одно дело на картинке, другое дело прийти в Храм Божий и увидеть эту икону, как она реально примерно выглядит. Вот одна из таких икон называется «Икона Божьей Матери от рады и утешения». И находится она на Афоне в монастыре Ватопеет. В общем-то, она даже там, на самом Афоне, не всегда доступна для поклонения. Достаточно частая церковушка, в которой находится эта икона, закрыта. Поэтому так увидеть ее очень так непросто. И вот у нас в храме находится точный список. Тоже заказывали на Афоне чуть попозже, чем неупиваемую чашу. Но, тем не менее, тоже писали около двух с чем-то лет, почти три года писали этого от рады и утешения. И потом торжественно привезли. Наши прихожане любую святыню афонскую встречают очень достойно. То есть выстилают прямо на асфальте цветы, там траву, красиво дорожечку делают. Вот почести, которые мы адресуем иконе, они относятся, в первую очередь, конечно, к самой Божьей Матери. А как мы должны Матерь Божию встретить? Ну, насколько вот возможно, выражаем свое трепетное отношение в таких вещах. Лепестки роз, там, в общем, как бы, да. Ну, само собой, пение, богослужение, колокольный звон. И вот мы привезли эту икону от рады и утешения. Она теперь постоянно находится в храме пророка Божьей Ильи в поселке Лесном. То же самое, можно приехать практически в любое время с 8 до 6, помолиться возле иконы этой. И почитать Акафис. Акафис прямо там у нас можно взять, как бы, воздать почести Божьей Матери. У этой иконы чаще, что просят, в самом названии заложено от раду и утешение. Да, это большое значение в нашей жизни. Такая икона, наверное, в каждом храме нужна. Ну, они и бывают в разных храмах, но точный список, это очень редко бывает. Точных списков в России, ну, я не думаю, что более там 8 штук. Отец Виталий, а как вам удалось собрать средства на такие, я думаю, дорогостоящие произведения, иконы? Ну, если говорить о неупиваемой чаше, то средства собирались 3 года в 2 кружки для пожертвований. То есть, я все время говорил на проповеди, что если мы положим туда копеечку, то мы впервые... А у нас, знаете, поселок молодой, он 43-го года, только выпуска сам основан. И храм-то у нас, собственно говоря, тоже не так давно построен. Ну, сейчас уже 20 лет скоро будет, как он построен. Но, тем не менее. И одно дело, знаете, поехать куда-то там в Лавру, там святынь много там, или какой-то монастырь. А у нас-то в поселке же ничего не было никогда в истории. И говорю, вот впервые мы с вами делаем такое дело, что такую святыню приобретаем, да, на века, через 100 лет же этой иконе цены уже не будет, в общем-то. И как-то меня вот люди послушали, да, вот бросали, ну, буквально там, ну, сдачу бросают какую-нибудь там, какую-нибудь там еще что-нибудь там. И вот мы умудрились как-то за три года собрать сумму, и мне это очень приятно, трепетно, потому что получается, что икона написана на народные средства, да, то есть как бы именно народ бросил. Но, с другой стороны, и обидно, насколько наш народ немощный, что мы с трудом за три года можем только, ну, там, поселком десятитысячным, да, можем только написать одну икону. Вот наши силы народные, насколько мы слабы. А вот, допустим, уже отрадуя утешение, у нас очень добрый, хороший человек, Владимир Георгиевич Качайник, он как бы вместе со мной тоже ездил не один раз на гору Афон, и он, когда увидел эту икону, проникся, говорит, давайте для нашего храма закажем, и он ее оплатил. Он тоже занимается очень таким достойным бизнесом, и семенами, все, кто семена сажает, огороды, очень часто пользуются его, в общем-то, продукцией. И сам он закончился в хозяйственном институте, все очень хорошо разбирается в этих вещах. Вот, одну из икон, допустим, дары волхов, которые находятся у меня там в алтаре, они вообще, даже я и не мечтал о них, даже, может, и не думал, что такое может случиться, что они у меня появятся, но есть такое понятие промысла Божьего. Все как-то так одно другое зацепило, и они на один день попали, это копии, то есть, есть сами дары волхов, то есть, то, что привезли мудрецы и волхвы с Востока Христу, где на Враджество Христово, они привезли такие золотые пластиночки, плетеные, то есть, как бы, из тонкой золотой проволоки, то есть, это произведение, в общем-то, искусства, и подарили Христу. Так вот, с них сделали копию точную, ну, правда, уже не золотую, там, и серебряная ниточка, там, но, опять же, технология филигрань очень такая непростая, тем более за 2000 лет потеряли уже технологии, мне это пришлось один год только восстанавливать, там, изучать архивы какие-то, то есть, как бы, и вот на один день ко мне вот эти дары волхов, три пластиночки, там, попали в храм, и, да, я должен был их отдать. Ну, так получилось, что в этот день на службу пришло несколько человек, и они как-то между собой взяли и выкупили для меня вот эти копии дары волхов, и она таки осталась на века опять в моем храме. Поэтому некоторые вещи просто даже не промышляешь, как они бывают, вот Господь сам все устраивает. Дорогие друзья, в одной из наших ближайших программ вы услышите продолжение беседы с отцом Виталием, настоятелем храма пророка Ильи в поселке Лесном. С вами по-прежнему Пушкинское радио. Теперь пришло время поговорить о здоровье. У нас в студии врач-терапевт Ивантеевского медицинского центра «Мой доктор» Яна Рябчикова. Она подготовила для вас беседу о довольно распространенном недуге, которым страдают многие люди, особенно люди в возрасте. Итак, слушаем Яну Рябчикову. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я вам расскажу, о чем могут говорить отеки на ногах. Отеки ног, их распухание, особенно к вечеру, сами по себе болезнью не являются, но они могут быть проявлением серьезного заболевания. Что такое отек? Это жидкость, которая накопилась в межклеточном пространстве. Возникают отеки ног по двум причинам. Нарушено отведение крови и лимфы, и жидкость задерживается в организме. Чаще всего отеки образуются из-за повышения давления в капиллярах. Это может произойти вследствие сдавления или закупорки вен, застой лимфы. Тогда жидкость пропотевает в ткани и развивается отек. Еще одна причина – это низкое содержание белка в крови. Отек может также произойти и из-за высокой проницаемости стенки капилляра. Отеки могут образовываться и у здорового человека. Этому способствуют соленая и острая пища, употребление большого количества жидкости перед сном, неудобная тесная обувь, высокий каблук или плоская подошва, длительное сидение в низких и мягких креслах, привычка сидя закидывать ногу на ногу. Задерживать жидкость в организме могут некоторые лекарства, в частности, это гормоны и некоторые препараты для снижения давления. Отеки ног могут возникнуть и у беременных. Это достаточно распространенное явление. Отеки ног наблюдаются при варикозном расширении вен. На ногах расположены глубокие и поверхностные вены, связанные между собой. Они отводят кровь, наполненную углекислым газом к сердцу и далее к легким. То есть кровь по ним течет снизу вверх. Это происходит за счет сокращения мышц, проталкивающих кровь, а также клапанов, которые препятствуют обратному движению крови. Если клапаны ослабевают, то кровь задерживается в венах, и ее жидкая часть пропотевает в ткани, образуя отек. К концу дня ноги устают, возникает ощущение распирания, тяжести, особенно после длительного стояния. В дальнейшем на ногах появляются сосудистые звездочки, а затем и варикозные узлы. Для варикозных отеков характерно то, что они несимметричны. На одной ноге отек может быть больше, чем на другой, а утром отеки проходят. Отеки ног также встречаются при сердечной недостаточности. Отеки при сердечной недостаточности образуются постепенно. На обеих ногах они одинаковы. Появляются отеки к вечеру, а утром проходят. Кожа на отеке плотная, блестящая. При надавливании на такой отек образуется ямга. Отеки ног при лимфостазе, при котором нарушен нормальный отток лимфы. В результате она накапливается в определенных местах, чаще всего в ногах, образуя отек. В большинстве случаев лимфостаз развивается как последствия рожестого воспаления. Отеки при гипотириозе, то есть при нехватке гормонов щитовидной железы. Эти отеки образуются за счет высокой проницаемости стенок сосудов и снижения скорости тока крови и лимфы, что связано с общим замедлением обмена веществ. Отеки возникают на ногах, а также на лице, руках и животе. Они образуются медленно и сначала их можно принять за полноту. Отечная кожа бледная, холодная. При надавливании ямки не образуются. Отеки ног при циррозе печени. Такие отеки ног появляются на поздней стадии заболевания. Они вызваны снижением в крови белков, вырабатываемых печенью и повышением давления в воротной вене. Отеки держатся постоянно, не проходят ни днем, ни ночью. Кожа на них плотная, теплая. При надавливании образуется ямка, которая не исчезает длительное время. Существуют и другие причины отеков ног. Отеки ног могут появляться при болезни почек. В этом случае более характерные отеки лица. Отеки при артрите, артрозе, ревматоидном артрите. При таких отеках кожа в месте поражения горячая, а движения в суставе болезненные. Если отеки ног возникают постоянно, лучше не рисковать и проконсультироваться с врачом, чтобы не запустить серьезную патологию. До новых встреч! В нашей программе принимала участие Яна Рябчикова, врач-терапевт Ивантеевского медицинского центра «Мой доктор». А теперь информация от Пенсионного фонда. Пенсионный фонд России принимает заявление от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января нынешнего года. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая и второго ребенка. Если полученная величина меньше полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина, можно подавать заявление на ежемесячную выплату. Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном гособеспечении или представлены неверные сведения о доходах семьи, но также не назначается гражданам, которые лишены родительских прав. Подать заявление на ежемесячную выплату можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Заявление подается в пенсионный фонд или через МФЦ. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на выплату. Выплаты прекращаются. Если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Вот такова информация Пенсионного фонда, ну а все подробности вы можете узнать в Пушкинском управлении Пенсионного фонда. Программа Пушкинского радио подошла к концу. Над ней работали Людмила Дроздова и Сергей Богатнов. Всего доброго, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok